С момента первого поединка на профессиональном ринге тайский боксер Хаоса Гелакси успел стать одним из ведущих нокаутеров в Азии. С дебюта в 1980 году на профессиональном ринге Хаоса Гелакси покорил вторую наилегчайшую весовую категорию, став непобедимым чемпионом мира в 1984 году и удерживая этот титул на протяжении целых семи лет вплоть до окончания своей профессиональной карьеры в 1991 году. В середине 80-х его часто называли уменьшенной версией Майка Тайсона и не зря, ведь он укладывал пачками своих оппонентов одного за другим, не давая им ни малейшего шанса и не менее эффективно, как железный Майк. За 11 лет выступлений тайский Тайсон установил несколько рекордов своего веса, не побитых до сих пор. 12 нокаутов подряд, 20 защититов от WBA во втором наилегчайшем весе и 7 лет в статусе чемпиона. Он провел 48 боев, одержав 47 побед, 41 победа была одержана нокаутом и лишь одно досадное поражение раздельным решением на старте карьеры. Сегодня я предлагаю посмотреть вам на несколько примеров разрушительной мощи тайского Тайсона Кхаусая Гелакси. Добро пожаловать снова на канал на связи, жми на лайк, подписывайся и включай уведомления, если еще этого не сделал, ведь сейчас мы посмотрим на несколько интереснейших моментов в карьере одного из самых ярких представителей мира бокса и об одном величайшем боксере Таиланда Кхаусая Гелакси. Если вы еще до сих пор не слышали об этом малыше, тогда с вас комментарий, а я начинаю. У этого левшей был сумасшедший удар лево через руку, он наносил его постоянно из любого положения. Если у вас остались сомнения в силе удара этого малыша, то они непременно растворятся, так как он остался в истории бокса под именем Тайский Тайсон. И это действительно было так. Кхаусая Гелакси родился 15 мая 1959 года в провинции Пхетчабун в северный Таиланд. Его имя при рождении было Сохла Сайнхом. Про него мало что известно, известно, что у него есть брат-близнец Кхау Кор Гелакси, что его самым первым тренером была его собственная мать, которая увлекалась тайским боксом и боксом. Она с раннего детства взялась за воспитание мальчиков. Она будила их с братом в 4 утра для утренней пробежки перед школой, а также практиковала с ними тайский бокс и бокс, чтобы близнецы могли постоять за себя. Не имея опыта выступлений в любительском боксе, что есть догмой для большинства западных профессиональных боксеров, навыки Кхаусая изначально были ограниченными. И он полагался лишь на свою выносливость и жажду к победе. По совету своего менеджера и тренера он переключился на стиль маркиза Куинсбери и начал тренироваться как боксер в западном стиле. Его стиль стойка-левши был основан на защите от противника и нанесении удара левой рукой всякий раз, когда он видел момент для атаки. А его правая рука использовалась в основном для оценки расстояния слева. Все его нокауты были нанесены слева, что возможно является самым тяжелым одиночным ударом в истории более низких весовых категорий. По мере того, как он набирался опыта, Кхаусай становился более умелым и невероятно сильным боксером, изучая различные техники и комбинации ударов, чтобы дополнить ими свой смертоносный левый удар. Он никогда не уступал силе и был невероятно быстро на ногах, что отмечали его все противники. Дебют Хаусая на профессиональном ринге состоялся 17 декабря 1980 года против тайского боксера Пук Шритама, где он одержал свою первую победу нокаутом в пятом раунде. Далее последовала череда побед 5 боев, 4 из которых были одержаны нокаутом, что дает ему шанс сразиться за вакантный титул чемпиона Таиланда в легчайшем весе. И 29 июля 1981 года он выходит на бой против Саки Гэлакси и проигрывает единогласным решением судей. Это был первый и последний бой в карьере, который он проиграл на ринге. Но спустя год он все же завладеет титулом, победил своего оппонента нокаутом в седьмом раунде. В ноябрю 1984 года Хаусая выиграл 18 из 18 боев. 13 побед были одержаны нокаутом, 3 победы были одержаны техническим нокаутом и лишь 2 победы были одержаны единогласным решением судей. Также в этот период он установил рекорд 12 побед подряд исключительно нокаутом. 21 ноября 1984 года он встретился с доминиканцем Эусе Био Эспиналом в бою за вакантный титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA. Хаусаю хватило всего лишь 6 раундов, чтобы отобрать этот титул. Победа нокаутом в шестом раунде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1985 году состоялась первая защита титула против южнокорейского боксера Дум Чун Ли. Победа в нокаутом в седьмом раунде. Затем последовали впечатляющие победы над экс-чемпионом мира во втором на легчайшем весе Венесуэльцем Рафаэлем Орно. Остановка нокаутом в пятом раунде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И технический нокаут над панамцем Эдгаром Монсерратом во втором раунде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 1987 год начался с еще одного нокаута в 14 раунде против чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии IBF индонезийца Эли Пикаля. Но титул IBF накануне стоял. Добавил DimaTorzok 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 Затем последовали впечатляющие победы над Сунг Субчуном остановка в третьем раунде. И технический нокаут над южнокорейским боксером Бен Гвана Джуном в третьем раунде. Добавил DimaTorzok DimaTorzok emphasize H4 Если lain – paralel DimaTorzok 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 1988 год начался с еще одного решения по очкам и двух впечатляющих побед в третьем и седьмом раундах над Паякароном, Супсонгом и Лано. Позже, 9 октября 1988 года Хаусай нокаутировал в восьмом раунде экшемпиона мира в наилегчайшем весе южнокорейца Чхвэг Чан Хо. Субтитры предоставлены Супсонгом и Лано. Весе субтитры предоставлены Суспсонгом и Лано. 15 января 1989 года Кхаус Айнаку аутировал во втором раунде экс-чемпиона мира во втором наилегчайшем весе южнокорейца Чан Тхэ Иля. Во время десятой защиты титула противником Гелакси стал южнокорейский боксер, и уже во втором раунде Гелакси отправил оппонента на настил своим мощным левым ударом. 8 апреля 1989 года победил по очкам японца Кензи Мацумура. Затем 29 июля 1989 года нокаутировал в десятом раунде колумбийца Альберто Кастро. КОНЕЦ Ну а после вышел во второй раз на бой против японца Кензи Мацумура, которого также победил техническим нокаутом в двенадцатом раунде. 29 марта 1990 года Каусай нокаутировал в пятом раунде филиппинца Ари Бланку. А потом 30 июня 1990 года нокаутировал в восьмом раунде японца Сунити на Кадзиму. Далее 29 сентября 1990 года Каусай Гелакси вышел на поединок в качестве победителя. Признанного первого чемпиона во втором на легчайшем весе. Но против тяжелых ударов Гелакси и ОК чемпиона мира в на легчайшем весе южнокорейца не было ни малейшего шанса. Нокаут в шестом раунде. Далее 30 сентября 1990 года Каусай Гелакси Далее 30 сентября 1990 года Каусай Гелакси Собой против опытного панамца Эрнесто Форда, послужной список которого насчитывал 22 победы, из которых 14 нокаутом и всего одно поражение. Согласитесь, неплохо. Но это не помешало Каусаю нокаутировать его в шестом раунде. И если опытный Форд не был в состоянии справиться с этим ураганом, то что говорит тогда о малоизвестном южнокорейце Пак Джексу? Сук с самого начала выглядел испуганным и не похожим на человека, способным совладеть с мощью чемпиона. Победа нокаутом в пятом раунде. Это было последнее выступление Парк Джексука. Во время своей 19 защиты чемпионского титула по версии WBA Каусай победил бойца из Венесуэлы Дэвида Гриммана. Быстро увидев слабые места противника из Венесуэлы, Хаусай доминировал на протяжении всех раундов. А в пятом после затяжной атаки отправил Гриммана на настил ринга. Гримман встал на счет 8, после чего Каусай бросился его добивать. После очередной серии мощных ударов рефери остановил бой. Победа техническим нокаутом в пятом раунде. Далее последовала двадцатая и последняя защита титула против довольно крепкого мексиканца, за плечами которого было 48 боев. Кстати, позже он выйдет на один ринг с принцем Насим Хамедом. Хаусай стартовал не лучшим образом. Во втором раунде Кастро ударил его правой рукой, отправив нокдаун. Когда Каусай поднялся, Кастро бросился его добивать, но результата это не принесло. Все последующие раунды Кастро постоянно напирал, но это не принесло свои плоды. В одиннадцатом раунде после очередного напора мексиканца Каусай воспользовался моментом и запустил в ход свои мощные удары. Результат – Кастро в нокдауне. Все попытки Армандо отыграть были напрасно. Вердикт – ей ненагласное решение судей в пользу Каусая. Спустя несколько недель после боя Каусай Гелакси объявил о завершении карьеры с рекордом 47 побед и одним поражением. И никогда больше не пытался вернуться. Вскоре после выхода на пенсию Хауса решил перейти в индустрию развлечений в Таиланде. Сначала он попробовал себя в роли певца, выпустил сингл, а затем снялся в нескольких сериалах и фильмах. Он был дважды женат, но эти браки продлились недолго. Но в 2013 он снова в третий раз женился. Он впервые стал отцом в возрасте 54 года, у него двое дочек. В настоящее время он владеет двумя залами муай-тай в Бангкоке и Пхукете, а также был тренером Дэн Каусана Кау Вичита. Помимо спорта и развлечений, Кхаусай также пробовал пойти в политику, но из этого ничего не вышло. В 1988 году его старший брат-близнец, сражавшийся под именем Кхаухор Гелакси, завоевал титул чемпиона WBA в легчайшем весе, что сделало братьев Гелакси первыми их близнецами, когда-либо становившимся чемпионами мира по боксу. Кхаусай был избран в международный зал боксерской славы в 1999 году и до сих пор остается самым известным боксером в Таиланде. Друзья, взгляните на этот скриншот, который сейчас на экране. Это статистика от YouTube. Что она означает? Заметьте, сейчас 92% зрителей этого канала смотрят без подписки. И это есть истинная суть моего обращения к вам. Поэтому, чтобы не упустить канал на связи из ваших ряда подписок, вам нужно всего лишь навсего щелкнуть на эту вот красную кнопку, которая выглядит вот так и находится ниже под этим видео. Ведь каждая ваша подписка очень важна для меня. Чем больше зрителей, чем чаще они смотрят и ставят лайк, тем быстрее выходит новое мега увлекательное видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok